Ишь ну ала, друзья. Blizzard решили немного разнообразить игровой процесс в World of Warcraft и добавили в игру представителей LGBTQ+. Это видео не будет содержать оценочных суждений от меня, все выводы вы сделаете сами, и я лишь хочу поделиться информацией и рассказать вам о том, в каком направлении движется игра в 2020 году. И как в ней постепенно размываются понятия гендерной принадлежности и отношений между полами. А вот свое мнение вы можете выразить, как и всегда, в комментариях. Мы начинаем. Все разговоры о данных нововведениях начались с нового романа-приквела под названием «Восход теней». В этом романе описываются зарождающиеся отношения между беззаботным култировским моряком Флинном Фейрвиндом и саркастичным шпионом Штормграда выходцем из ШРУ Матиасом Шоу. Ранее мы могли видеть, как эти двое работают вместе над операцией по похищению Скипетра Приливов из Сокровищницы Зулдазара. Сообщество сразу начало шиперить Матиаса и Флина между друг другом, как это обычно и бывает. Но Близзард вовсе не собирались шутить, и у них были планы. «Нам просто очень понравилась химия этих персонажей», – сказал Стив Данусер, ведущий дизайнер сюжета Warcraft для Blizzard Entertainment. «Мы могли бы сделать их просто друзьями, если бы захотели, но мы чувствовали, что у них есть гораздо более глубокая связь, и это то, что может ощущаться как действительно настоящее отношение». Это просто казалось очень правильным для этих персонажей. Писательница Мэдалин Руб подхватила отношения между этими персонажами и ярко отобразила их в своем романе «Восход теней». Выдержка из романа Матиас никогда не видел этого человека с такого расстояния. Он не заметил, что от Флина пахло солью и мылом так же сильно, как и от виски. И это сочетание опьяняло. Его кожаное пальто было теплым на ощупь, задерживающее солнечный свет и тепло тела. «Мир Варкрафта не славится своими романами. Многие свадьбы, которые мы видели, заканчивались трагически», — сказал Данусер. «Это не означает, что мы меняем игру на романтическую. Но для этого есть место там, где это действительно необходимо». В данном романе упоминаются еще и отношения двух зандаларок, свадьбу для которых организовывала королева Таланджи. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В новой локации «Темных земель Орденвельде» есть достаточно большая сюжетная линия, по ходу которой вам предстоит узнать страшную правду о губительной силе ночных воителей. И для этого нам необходимо будет встретиться с ними. «Да укроет тебя ночь, смертная душа». «Бывший ночной воитель. Посмотрим, чему он сможет нас научить». Сейчас я расскажу немного предыстории, но без спойлеров. Мы встречаемся с двумя духами оленей. В прошлой жизни они существовали на неизвестной нам планете. И в один прекрасный момент на эту планету рухнул древний бог, который стал разрастаться до невиданных размеров, и планета была уже почти на грани гибели. Тогда местные жители обратились за помощью к Элуне, и та обратила их в ночных воителей. Но сила ночных воителей была настолько велика, что убила Тирнакса. Следом за ним отправился и Кадарин, потому что он не видел жизни без своего друга. Теперь им суждено провести вечность вместе среди лесов Орденвельда. Но вот незадача с Приганой, местные мелкие проказники наложили на Кадарина проклятие, и мы должны помочь ему, чтобы Тирнакс поделился с нами важной информацией по поводу ночных воителей, и мы впоследствии помогли Тиранде. Далее смотрите сами. Тирнакс, у нас к тебе много вопросов. Гнев и луны призывают только в час великой нужды. В трудный час моя мать приняла силу ночной воительницы. Тогда ее участь решена. Сочувствую, но тебе ее не вернуть. Смирись, так будет лучше. Тирнакс, постой! Ммм, что-нибудь интересненькое? Проклятие? Хмм, я знаю, что делать! Волшебный поцелуй! Чмокни его, Тирнакс! Не сработало? Странно. В сказках всегда работает. Ладно, новый план. Итак, внимание! Снимаем проклятие! А я? Что случилось? Кадарин, хвала и луне! Сработало! Гнев, я не знаю, можно ли избежать судьбы ночной воительницы, но я сделаю все, чтобы помочь вам. Спасибо, Тирнакс. И тебе, Кадарин. Вам повезло, что вы есть друг у друга. Да, это точно. В итоге, Тирнакс сказал, что не знает, как помочь Тиранде, и получается, что вся эта сюжетная цепочка была большой пустышкой. Но и это еще не все. В Бастионе будет еще один знаковый персонаж по имени Пелагий. Мы будем проходить с ним довольно большое количество сюжетных линий. Если подойти к нему и спросить по поводу воспоминания прошлой жизни, то вот, что он нам ответит. Ты помнишь свою прошлую жизнь? В последнее время почти нет. Моя прошлая жизнь кажется все более далекой. Воспоминания, блекнутые многими из них, я пожертвовал во имя своего долга. Кроме... Кроме чего? Кроме одного. Мне тяжело думать о нем. Я знаю, что должен забыть, но... Я хочу... Или мне нужно... Помнить... Забыть его, значит, потерять себя. Я слушаю. Спасибо за это. Правда. Я знаю, что могу доверять своему медиуму. Пелагий делает глубокий вдох, затем медленно выдыхает. При жизни я был женщиной. Я не помню своего прошлого имени или даже расы. Но моя внешность никогда не отражала того, кто я на самом деле. Тогда я не вполне это понимал, но сейчас осознаю со всей ясностью. Всю жизнь я старался примирить две стороны себя. Но когда я прибыл в Бастион, внешне я стал выглядеть... Пелагий показывает на себя. Вот так, как мужчина! Я почувствовал облегчение, радость. Как будто окружающие впервые увидели меня таким, какой я есть. Я наконец понял, что значили мои чувства при жизни. Может быть, герой, я буду ждать перерождения дольше остальных. Но я выбрал этот путь и счастлив следовать ему. Кири редко говорят о своем прошлом. Многие его вообще не помнят. Думаю, в будущем наш народ станет мудрее в этом отношении. Когда я рассказал то же самое Клея, она выслушала меня совсем как ты. Она поддержала меня как настоящий друг. И ты тоже. Спасибо. Я рад, что поделился с тобой этим воспоминанием. Спасибо за рассказ, Пелагий. И такое бывает в мире фэнтези. Кстати, из-за этих воспоминаний он никак не может пройти ритуал возвышения и стать Кирией с крыльями. Также по ходу сюжетных заданий мы свяжем свою душу с душой Пелаги. И он станет нашим медиумом. Вслед за этим в парикмахерских Shadowlands можно будет изменять свой пол. Ранее эта функция была платной и делалась через специальный сайт. Как Близзард объяснили предстоящие изменения? У нас есть команда, в которой есть много разных людей с разными точками зрения и опытом. Поэтому нам важно рассказывать истории, которые нам не безразличны, которые отражают наши проблемы. А также делать Азерот местом, которое представляет множество различных точек зрения и отдает гостеприимностью. Какого бы ни было твое происхождение, в этом мире для тебя найдется место. Для нас это только начало. Так что не думайте, что мы сделали это и вы больше не увидите подобных нововведений. Мы всегда думаем о добавлении большего количества разнообразных квестов, больше истории, больше искусства и больше систем, чтобы разнообразить мир Варкрафта. А как вы, друзья, оцениваете подобные изменения? Поделитесь своим мнением в комментариях, но от меня небольшая просьба. Пожалуйста, соблюдайте правила приличия и держите себя в руках. Для вас был рад стараться, Лунный Монах. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых выпусков. И смотрите следующее крутое видео из тех, что сейчас появились на экране. Субтитры сделал DimaTorzok